Добрый вечер, не знаю, сегодня опять наша программа Посиделки у Ян и сегодня у нас в гостях очень симпатичная, очень умная девушка Ксения, сейчас мы ее пригласим, Ксюша, привет, добрый вечер, ну чтобы я долго не разговаривала, тебе, давай ты сама по-русу, скажешь нашим слушателям, мне 38 лет Я мама уже довольно взрослого подростка, работаю в логистике, занимаюсь поставками щебня песка, в магазине Лоу я одевалась примерно с 2011 года, узнала я об этом магазине, я живу в Крылатском, у нас там недалеко был такой филион магазин, там был магазинчик, я как-то случайно мимо там прошла, посмотрела, что там дядя симпатичные щички, я туда зашла, ну и пропала, С тех пор, в общем-то, я практически из каждой коллекции, в основном, правда, покупаю платью, вот, такая маленькая Посмотрите, да, как здорово, это что-то, да, Ксения у нас в командировке очень часто ездит, подписывает контракты какие-то, и она ездит в России, поэтому, понимаете, да, такой человек, прям, динамичный, вот, не сидящий дома, не домохозяйка, поэтому мы постараемся сегодня показать на ней как раз вещи, которые бы ей были нужны, необходимы, а не просто так, я считаю абстрактным Ну давай попробуем, все, давайте Я приглашаю в эфир обычных людей, и мы на них смотрим наши коллекции, чтобы вы могли легко представить, как это будет сидеть на вас, поэтому заранее я говорю всегда размеры, рост, и поэтому вы себе будете лучше представлять, как это заказывают от интернета У нее мерки 89-70-894, то есть у нее верх четкий 44, а низ у нее 42, и вы посмотрите, как на ней, рост у Ксюши 163 см, и мы посмотрим как раз, как на ней смотрятся все эти вещи Смотрите, брюки классические, просто строгие классические брюки со стрелками, которые хороши к любому костюму, но посмотрите, как я завязала, потому что Ксения работает у нас в логистике, она его и большого уровня человек, она мне рассказала про свою компанию, это что-то с чем-то Они поставляют нерудные материалы вообще по всей России, вот, это невероятно интересная работа, правда, потому что в воле судьбы у меня мама работала тоже в нерудной области, и они огромные такие большие поставщики на всю Московскую область и на всю Россию Поэтому видите, какой он большой человек, поэтому ей нужно в командировки ездить, но она же не может как чушка приехать в эту командировку, поэтому ей надо, вроде бы, это прилично выглядит, но и платье надевать, согласитесь, на обоги горно-обогатительной кандидате несколько смешно Потому что она очень часто, да, Ксюша, ездит по командировкам, поэтому я считаю, что ей очень хорошо, как раз, вроде брюки классические, чтобы, ну, не была совсем спортивный стиль, а рубашка и футболка вот такие вот удобные очень, да? Ну, вот смотрите, я Ксении тоже похожий образ сделала, ну, чуть-чуть полеткомыслили почему, но вы знаете, горно-обогатительные комбинаты они разные, можно поехать в город, а можно, наверное, да, Ксюша, такую дырящу, как-то, да, поэтому где, знаете, где такие классические брюки? Может, и ни к чему, где небольшие комбинаты, небольшие города, где какие-то поселки, поэтому я здесь подобрала просто хлопковые брюки в стиле джинсов Ну, просто в джинсах, вы знаете, все равно она приехала из Москвы, она все-таки представитель огромной компании Я не считаю, что она должна джинсах в какой-то этой свитшоте просто явиться в таком потрепанном, знаете, ну, как-то это нет Ей нужно подписать договор, ей нужно уломать своих партнеров на работу вместе, да? И мне кажется, что вот этот вид, он как раз, да, такая москвичка приехала, серьезная, все, да, но и не настолько неудобно Как тебе в этом образе? Ну, Рубашечка, мне кажется, что полный белый цвет, а тут... Вот вы видите, у вас у многих, девчонки, куча-куча иллюзий Вот обратите внимание, если сейчас банал брала ремень, посмотрите, как круто с ремнем брюки Никогда не носите брюки, если в них есть шлевки, без ремня Но ремни сейчас есть такие дешевые, их море, вот не запаривайтесь с ремнями Потому что ремни не видно, сколько он стоит Никогда вы им не скажете, сколько стоит этот ремень Только я знаю, сколько он стоит Но вы никогда со стороны не скажете, его стоимость Поэтому не узнайте, не подумайте даже Вот, поэтому ремни любые Главное, чтобы они шлевку пошли и чтобы они были пошиты Сейчас узкие ремнения в ноге. Посмотрите, как классно, правда? И, конечно, лимончики в цвет ботинок модных. Это всегда круто очень. Ну вот, Ксюша сказала, что я непривычна. Да, Ксюша, как тебе это говорится? Да. Белая, белая, почти невеста. Ну, не знаю, я обожаю. Почему белая? Потому что, вы знаете, очень многие, а, белая пачкается. Слушай, вы все равно не будете два раза, не плув, ничего на себе. Белая, узкая, чистая, только один день. Но зато белую одежду очень легко стирать. Вот у вас не было головной боли? Знаете, у меня лично головная боль. Вот белая я сразу раз в кучу, да, и стираю. Я имею в виду, конечно, не с пластельным бельем, но все равно. И на 30 градусов, на 40. Слушайте, ну цветной, ну это же просто головокоп. Потому что ты не знаешь, вот одна там какая-то красная блузка, что-то еще красное, брюки какого-то цвета. Естественно, нельзя с белой стирать. Не портите белое белье, да? И начинаете вот эти вот... А белая, боже мой, раз все вместе постирали. Чуть-чуть отбеливатели, если это хлопковые брюки. Или вот как здесь лен у ветровки, правда? Да. Поэтому не знаю. Вы знаете, я давно предпочитаю очень... Вот даже белые вещи, нежели какие-то цветные. Поэтому смотрите, мне кажется, летом просто великолепно белые. Бросили в машинку, на утро раз высушили, пошли. Но здесь видите, я специально к такому более спортивному наряду сделала такую какую-то блузку. Почему опять? Ну вы знаете, опять малое какое мероприятие вечером. Вот она сидит на работе и куда-то раз бах вечером. Вроде так стим вполне себе ничего кожу, да? А потом раз вечерком сняла ветровку и вот у нее уже какой вид приличный. Да, Ксюша? Да. И, конечно, видите, мне очень нравятся акценты. Яркие кроссовки красные, да? С зеленым. И уже у нее такой модный вид, да? Потому что если бы у нее был в тон обувь, то, наверное, как тебе это, обувь? Ну, ультрамодные, я бы сказала. Не очень необычные. Ну, согласитесь. Ну, конечно, да. Во-первых, удобно, да. В принципе, я бы на работе подходила. Да? Да. Да, по-моему, так что и не жарко. Здесь вот они тоже очень. Да, и лобковые, да. Ну, и в принципе, лобковые тоже легкие. Ну, сейчас опять холод. Конечно, это не то, чтобы на лето на жаркое, девчонки, конечно, такие на рукавах. Но сейчас опять холод, да, и что? Конечно, вполне, да. Вот обратите внимание, в принципе, в принципе, ну, конечно, я каблуки просто подобрала. Понимаете, как-то тут цвет туфли. Просто маленький размер, Ксюша, и у нас не везде есть кроссовки. Конечно, под такой образ очень хороши кроссовки на платформе. Разного рода кеды, паукеды, понимаете, да? Потом смотрите, как удобно, да? И карманы, и платье это и так и сятое, можно с брюками, можно с топорами, с другими. Ну, можно с джинсами сверху. А можно, когда жара сняла платье и вот так. Ну, посмотрите, вот этот костюм, он чем хороший? Это очень хорошая итальянская рискоза. Мягкая, но она не мнется. Вот его в чемодан свернули и тоже куда угодно. И, в принципе, в командировку безумно удобная вещь. И в Европу хороша. Как тебе, Ксюша? Ну, комфортно. Цвет очень необычный. Я уже сказала, мне нравится вообще зеленый, но не совсем такой болотный. Это очень нежный. Вот, и я думаю, что не сильно марки. И в любом случае, как-то заметный. Опять, смотрите, он все же не строгий дресс-бод, правильно? Все-таки она не в банке работает, да, Яна? Я здесь знаю, работа у нее. Мне кажется, что вот такая одежда летом для девчонок, для таких деловых. Мне кажется, она очень удобная, да? Да, согласна. Тем более, можно мальчика там широким. Как есть, можно мальчику, да. Это я специально показала все вместе, но посмотрите, насколько это возможно, что вы видите. И, а с черными джинсами согласен. Да, продамки все. Можно просто черные джинсы надеть, если едешь куда-то, чтобы все... Ну, если просто джинсы надеть, ну, это как бы черешу, правда, едется там на переговоре, куда-то. А если все-таки вот это платье сверху, как в Арктика, уже совершенно другой, вообще, коленков, да? Ну, давай попробуем еще комбинезон. Мне интересно, как комбинезон на них. Смотрите, тоже комбинезон. Уж я не говорю, что этот комбинезон, конечно, прям командировка, вы знаете, куда-нибудь насчет завода, когда едут именно на комбинат. Конечно, нет. Это скорее в Москве, когда, ну, не все уже, понимаете, по командировкам шататься. Ну, на работу вполне где-нибудь строгие джинсы, вот я не знаю, что ты думаешь, Ксюша, по поводу этого комбинезона. Как тебе? Ну, ты носила вообще комбинезон? Нет, это мы первые, если не считать пижам. А так, в принципе, ну, и кафорные, и уголовные, легкие, ничего лишнего, нигде ничего не дает. Вот, на забудке с удовольствием, а главное, и нос. Ну, я посчитала, что хватит нам Ксению гонять по карьерам, она уже ездила в комбинезонки. Ну, и все-таки ей хочется весна, лето, да весна уже все закончена, у нас уже лето, и ей хочется, конечно, погулять, да, и погулять, и на работу, кстати, чем-то уже весенним, красивым, легким, да, совершенно другой образ у нее. Ну, и вообще, мне кажется, что все же девушка романтическая, да. Есть такое. Вот, понимаете, поэтому, мне кажется, ей этот образ очень близок. Ну, как ты все же ты делала? Да, и плать очень легкая, такую, возможно, что на лето, мне кажется, что вообще-то... Да, и карманы. Для меня это прям цифер. Ну, конечно, я не представляю. Вы знаете, у нас, по-моему, единственный бренд в мире, который карманы лепит без киев. У меня это правильно. Я сказала своей, попробуйте только, если хоть одну клади без кармана. Потому что, ну, телефон положить некуда. Слушайте, ну, не сумку уже таскать ради телефона. Ну, нет, конечно. Телефон, карточку, перегитку бросила в один карман, все. И можно гулять по городу, правда, Ксюша? Без сумки. Потому что я ненавижу сумки, я их просто ненавижу. Вы знаете, что у меня нет сумки. Вы можете смеяться, ну, конечно, я примечаюсь на машине, вы можете сказать. Поэтому у меня есть бардачок для каких-то вещей и есть машина. Все. Я всегда гуляю без сумки, я ненавижу. Поэтому мне кажется, что Ксению очень даже неплохо вот в этой одежде тоже комфортно. Мне тоже так кажется. Конечно, хотелось Ксюшу нарядить как-то и очень ярко. Почему? Ну, вы знаете, вот все говорят, что бомбер, вот куда его носить. Слушайте, это вещь для каждодневной носки. Честно. Вот с джинсами, с платьями, вот прохладно. Ну, опять, представляете, вот прохладная погода, все что, напялили? Пофты какие-то идиотские, еще что-то. И, понимаете, приходит такая вот Ксюша, да, с этим бомбером. Она его неврежно на работе снимет. Ну, слушайте, впечатление-то останется, да, понимаете, да. Вот она сняла в летнем классе в этом. Ну, вы понимаете, опять, вот вид и разница, да, вот разница в толпе. Конечно, это женщина-звезда, да, но остальные женщины-серые мышки. Поэтому выбирайте сами. Я считаю, особенно хорошо этот бомбер, причем ты, с джинсами, это вообще тоже песня. Всегда вот такие бомберы яркие или какую-то яркую вещь надо пригасить каким-то, как это обычно, вещи. Ну, вот красивый платье дороже. Понимаете, это, конечно, прелесть на летней веранде. Особенно вечером уже прокладный, накинуть потом этот бомбер, прийти вот просто в платье на летнюю веранду в ресторан, да, и потом надеть этот бомбер. Ну, это интересно. Поэтому не стесняйтесь, ярче, эффектнее, красивее. Особенно те, у кого нет мужчины. И вот платье, обратите внимание, насколько неожиданно, но мне очень нравится, вполне возможно, какие-то скетаны носить. Казалось бы, женственные, да? Как тебе вариант этих скетанов? Это мой вариант, потому что у меня очень много кроссовок. С туфлями не больше, а с кроссовками все. Вы знаете, это более молодежно, более современно. Вот сейчас надо идти на всю шелодышки какие-нибудь, вы знаете, вот эти туфли-постонушки, и будет немножко все-таки отстойно, да? А с кроссовками, с хорошими пьедами, вот с такой обувью, с мюрлит там и еще что-то, да? Будет очень хорошо смотреться. Что думаешь? Ну, мне все нравится. Главное, мне нравится это платье. Я ее сразу заприметила еще в интернет-магазине. Ну да, плюс еще хлопок, согласись, да? Чистый хлопок, еще без третч, и, в общем-то, смотрится и хорошо. А дальше вы уже смотрите сами, то ли этот размер взять, то ли чуть посвободнее. Даже не знаю, честно говоря. Вот, Ксюшу, вот, одели с ног до головы. Так что приходите на наши эфиры, мы оденем и вас. Все хорошее. Спасибо тебе, Ксюшу, большое, что вы пришли. Мы не снимаем ничего на моделях, мы снимаем все на обычных людях, на тех людях, которые приходят к нам в шуру и одеваются. И мы им за это благодарны. Желающие, кто хочет еще поработать на наших эфирах, пожалуйста, мы вас ждем. Пишите в комментах под YouTube, вот, как раз под этой передачей, что вы хотите принять участие. Мы с удовольствием с вами проведем передачу тоже. Пожалуйста, ждем вас всех. Субтитры подогнал «Симон»!